Всем здорова, ютуб, у микрофона Фикс, и со мной сегодня Броня Кабан и Броня Добрый. Сам ты Броня. Надеюсь, если я Броня, то я кожаные штаны. Всем добра, с вами Добрый, и сегодня в Фикс Плей опять что-то придумал. В общем, я узнал, что именно на этом острове находится легендарная Броня, которую добыть можно только один раз в жизни, и по слухам, там нету комплекта с ботинками. Кому-то не достанется. Дай угадаю, штаны кожаные. Но это еще, ребята, не все. На этом острове можно также крафтить броню буквально из всего, вы понимаете? Ну на, из земли скрафте, например, вот тебе земля. А, ну давай, это челлендж, это челлендж. Добрый, давай-ка землю. Давай, давай, а ну да. Вы думаете, я не справлюсь? Вы думаете, я не скрафчу вам броню из земли? Скрафти-ка мне, пожалуйста, знаешь что, трусы мне из грязи, да пожалуйста. Трусы из грязи, да я всегда их делаю из грязи. Опа, что, что, сомневался? Вот тебе и броня из земли, Кабан. Айди, отстань, это не трусы. Сделай мне срочно меч, меч из земли срочно. Ты как будто немножко в говне походил, я не знаю. Ладно, Кабан. Итак, ребята, перед тем, как мы начнем действовать, что вы уже подписались и поставили лайк, а мы не будем тянуть и отправляемся за легендарной броней. Так вот, ребята, не все так просто. Во-первых, если мы включим дальность прорисовки чуть побольше, а именно где-то на штук 30-40, то мы увидим здесь гигантский вулкан. И именно там и скрывается наша легендарная броня. Вы видите его? На, пока из песка мне сделай шляпу. О, да, я вижу. Какой он огромный. Шляпу так шляпу, Кабан. О, ха-ха-ха. Чё тебе в глаза не попадает? В общем, в этом самом вулкане, по легендам, и находится эта самая легендарная броня. Но, чтобы туда нам попасть, нам нужно желательно скрафтить броню из обсидиана, чтобы спокойно пройти по этой лаве. Понимаешь, о чём я? Я понимаю, но я же не смогу так просто рукой добыть обсидиан, как землю. Кабан, это делается ногой, естественно. Погоди, добрый. Помнишь твоё вот это вот идея? Чем больше верстаков, тем лучше, да? Крафти-ка мне 7 верстаков, пожалуйста. Хочешь сделать штанишки из верстаков? Для того, чтобы скрафтить ещё 5 верстаков, тебе понадобится, ну, всего лишь 5 кусков дерева, я думаю. Смотри, работает. Работяга. Ага. Ма поджопник. Чё? Всё, Кабан отставит его, он мне верстакин убывает. Так, давай, давай немножко верстаков мне. Итак, мне осталось последнее дерево, спасибо, добрый, что мне ничего не скинул. Да, на, вот. Ииии, па-пам, готово! Ну ладно, две пары лучше, чем одна. Ладно, вернее, обратно. А я могу крафтить в себе теперь? Может быть мне нужна полная броня из верстаков, чтобы крафтить? Да, 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 полная. Я сейчас у тебя знаешь, где вскрафчу. Так, стой на месте. Давайте-ка попробуем сделать полную броню из верстаков. Возможно, тогда я смогу крафтить у себя прямо в инвентаре. Это будет очень удобно вначале. Да нет, мы просто можем сделать топор, чего мы не сделали в прошлый раз, и вскопаем. Блин, реально уже ночь, пора поспать. Вот так-то лучше. Опять работать. Фух, ребята, я докрафтил. Теперь я полностью из верстаков. И как мне крафтить в себе? Никто не знает. Ну-ка, повернись. У тебя обувь не из верстаков, а это обычно дерево, по-моему. Не-не, всё из верстаков. Я нашёл, на кнопочку R у меня появляется просто верстак. Ха, я теперь могу крафтить просто везде. Да и выгляжу сильно неплохо. Давай попробую. Нет. Срочно нужно отправиться вот в эти холмы, потому что именно за ними скрывается тайная деревня аборигенов, которая обучала всему этому мастерству создавания брони из всего. Где, Кабан? А почему деревня тайная, и ты знаешь, где она? Это что за тайна? Кабан, потому что я отдыхаю здесь каждые каникулы. Это же очевидно. Что, ты в горах спишь? Ну да. Кабан, могу точно сказать, что я там какал. Так что всё под контролем. Я знаю дорогу. Га, скажи где, чтобы я случайно не наступил. Хорошо, хорошо, Кабан. Специально не скажу. Да, подход к этой деревне, конечно, очень долгий, но мы будем очень довольны тем, что найдём, где я какал. В общем, мы уже очень близко и... Та-дам! Боже мой, что там происходит? Ё-моё! Да они... У них опять масленица, ребят. Ну, как обычно. Ты видишь, добрый, что они делают? Да, блины едят. Да, блины едят. Надеюсь, не твои блиночки. Тоже надеюсь. И жгут здесь чучело, добрый. Это старинновато немножко. Ну ладно. Ку, пацаны, чё как? Давно не виделись? Давно не срал здесь? Окей, вы там как хотите. Я пока что сделаю себе броню из арбузов? Я себе сделаю броню из сундуков. О, это отличная идея, Кабан. Ну, прямо ужасная, я бы сказал. У меня будут огромные карманы. Ребята, тут книжка лежала. Какая? Что там написано? Кукинг Хьюнс. Это не масленица, да? Да, это живой человек, я думаю. Пошли отсюда, да, поскорее, ребята. Чё-то я передумал здесь останавливаться. Ладно, давайте поспим. Да, да, добрый, спи здесь сколько хочешь. Я не хочу проснуться утром, как какой-то окорочок. Блин, нельзя сделать из сундуков. Убидно. Кабан, как же всё в деревне происходит? Ты серьёзно над этим думаешь вообще? Он просто хотел носить себе вещи. Я хотел ноги в сундуки засунуть и ходить. Почему нельзя? Так, ребят, нам нужно сделать лодку и начать отправляться на вулкан. Я слышал, жёлуди растут на деревьях. Почему мы идём на вулкан? Кабан, ты можешь, конечно, за жёлдями пойти, но по мне штаны лежат только в вулкане. И штаны самые крутые. А, я забыл, да, точно. Мы же идём за штанами. Нет, Кабан, я иду за штанами, вы идёте за всем остальным. Стоп, добрый, ты тоже это видишь. Кого? Сейчас, офигеешь, офигеешь. Я тут ещё ни разу не был на этом пляжу. Посмотри, посмотри внимательно. Готов? Ну. Там же подводный храм. Добрый, я уверен, это Атлантида. Немного мелковат, конечно, для Атлантиды, но в целом очень похоже. Да стойте, горилла, я иду к вам. А, бежали от него. Бежит боров. Поплыли, добрый, я бы сказал. Дай дерево, дай дерево. Срочно лодку скравлю. Скравлю. Давай, пойдём. Я насру в твою лодку. Ты не насрёшь в мою лодку. Моя лодка уплывёт от тебя. Плывём, добрый, добрый. Добрый, залезай, залезай быстрее, пока он не подошёл. Дрифт, брат. Всё, не успел. Пока, кабан. Мы подплываем уже к этому вулкану. И, знаешь, как-то стремновато. Кабан, кабан. Почему он не просто не остался, не добыл дерево и не скрасил себе ещё одну лодку? Ты не знаешь? Десять лет плаванием занимался. Ты что, доплыл что ли? Ну, конечно. Ты как меня догнал? Ё-моё. Ладно, оставляем лодку здесь и поднимаемся на вулкан. Возможно, мы найдём суперсильную броню. Да и поскорее. Мы, конечно, не скрафтили обсидиановую броню и будет нам очень сложно. Поэтому добудьте как можно больше блоков, особенно земли. Потому что лава, я так скажу, немножко горячая. А чё, вы не стали добывать блоки? Уже поднимаетесь? Просто я подобывал немножко. Да. И, возможно, они нам пригодятся. Ну, я бы лыжник добываю всё-таки. О-о-о-о-опа, погнали, погнали. А зачем нам броня из земли? Мы же идём за бронёй, а не делаем броню. Чтобы в лаве не утонуть. Какой же, блин, высокий вулкан. Отсюда упасть очень-очень... Опа. Ребят, тихо. Лава. Это надо осторожно. Это надо вообще мимо проходить, если честно. Но здесь на всех скалах есть вообще куда запрыгнуть. Почти. Как же сложно-то здесь. Добрый, ты как там? Залезаешь? Да-да, потихонечку, помаленечку. Согласен, я тоже добрый. Я рядом с тобой. У меня сейчас блоки кончатся скоро. О, я нашёл внутрь вход в шахту. Тут куча блоков. Раздобуду себе и отправлюсь за вами. Ты говорил, лава горячая? Чё, получается, мы это, пельмени сможем приготовить ещё? Получается так, кабан. Но я не уверен, что они не будут обуглены. И вообще не сгорят. Блин, уже вечер, мы до сих пор залазим. Ребят, надо поскорее как-то. Да я залез почти уже. Да ё-моё, добрый скалолаз. Учился этому в детстве. Мы-то с кабаном только пробуем. А, да, я залез, отлично. Только, ребята, у нас проблемка оказывается. Здесь вообще негде стоять. Совершенно. Может, надо его окружить? Я тоже вижу сундук. Кстати, подождите, может быть, это он? Но у нас, опять же, проблема. Нужно куда-то залезать. Желательно наверх. Нет, я в лаву упал. Как же хорошо, что броня из верстаков и сложность мирная помогли мне выбраться. Добрый, давай быстрее. Ребят, вы чё там попадали-то все? Давайте сюда. Я спать. В смысле ты спать? А ты реально лёг спать просто? Ну да, поспать немножко. Неплохо. Так, нет, кабан, проход мой. Руби сейчас свой. Опа. И, и. Ну-ка, 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 ну-ка. Что же, что же тут? Да, это она. На здесь, кабан. Набирай, набирай полный комплект. Помнишь, я говорил? У тебя глаза светятся. Чего? Да ладно? Посмотри, посмотри, как у меня сейчас. Опа, опа, опа. Смотри на глаза мои. Офига, побегай, побегай. Ууу. Офигеть. Добрый, помнишь, я говорил, что там не хватит ботиночек кому-то из нас? Ну, в общем, это, походу, тебе ботиночек не хватило. А мы с кабаном просто в ультимативном режиме. Кабан, как тебе броня? Что такое? Алло, налетает, налетает. Что? Кстати, да. А, ты тоже можешь? Да, конечно. Очень быстро. Офигеть. О, полетели, кабан. Я так понимаю, каждая часть брони дает свою какую-то фишку. Например, шлем дает ночное зрение бесконечное. Ботинки дают скорость. Штаны, наверное, дают полет. А вот нагрудник не знаю, что дает. Возможно, защиту. Почему штаны дают полет? Ну, по крайней мере, потому что на ботинках написано, что они дают скорость Соника или что-то в этом духе. Мне кажется, что полет дает нагрудник, потому что у него джетпак на спине, да? Точно. А что тогда дают штаны? Штаны дают крутость. Да, согласен. Штаны дают крутость. Ребята, мало того, что он сам залезает на блоки в этой броне, так еще и когда мы бежим, Маши руки превращаются в энергию космоса. А глаза светятся, как на вечеринке. У меня пожилая энергия космоса. Пошлите в храм, разнесем его чаще. Какой храм? Какой храм? Подводный, подводный храм. О, согласен. Только осталось вспомнить. А, я тоже вижу. Подожди, Кабан, ты в этом или в другом? Я тот, который между двумя берегами, перед вулканом. А, стоп, мы можем нереально быстро плавать под водой, ребята. Видимо, это дают штаны. Чисто ласты. Ух. Я чисто пролетаю под водой. Ух. А, как же я люблю сложность мирная. Ю-ху. Очень жаль, что мы не нашли как раз-таки еще легендарного меча, который был у нас в одном из прошлых роликов. Можете, кстати, посмотреть. Потому что это было бы очень жесткое комбо. А я нашел еще один храм, кстати. Ребята, я, кажется, нашел сундук в храме. Только вот открыть его никак. Придется ломать блог под водой, и это займет у меня, наверное, бесконечность. Ребят, мне нужна ваша помощь. Плывите сюда. Так, ну что ты тут делаешь-то, да? Да я ломаюсь, сижу, пытаюсь сундук этот достать, уже не знаю, сколько, если честно. Легче было реально сломать сам сундук. Только не толкайте меня, пожалуйста, а то у меня он опять прорвется. Хорошо, хорошо. Ты просто стой на месте. Так меня толкает, добрый. Я тебя не видел просто. Хватит его толкать. Что выпало? Что там, что там? Мы не достаем, парни. Сундук там. А, меч! Меч космоса! Меч космоса! Да, а что он тут делает? Стой, отойди, я знаю, как достать. Я знаю, как достать, погоди. Е-е-е, достал, гений! Дай подержать, дай подержать. Держи, подожди. Сколько я тебе нанес урона? Одну сердеточку. Ты вкоржешься то, что урон бесконечный? А вот добра умер сразу. Это сила полного комплекта брони Кабан. Итак, ребята, мы находимся сейчас в Энде. И мы можем просто летать и всех уничтожать с одного удара. Ну, по крайней мере, я, потому что у меня есть меч бесконечности. А мы-то что, смотреть просто будем или что? Ну, ребят, как бы смотреть вам придется совершенно недолго. Пока, дракон. Надо же так. Точно же, там же урон-то бесконечный, ЖЖБЛ. И это было на самом деле очень круто. Поэтому, если вам понравился данный ролик, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Мы собрали вот такой вот жесткий сет. Сделали броню из верстаков и кучи всего другого. А теперь, если честно, я хочу домой, ребят. Страшно. А у микрофона был фикс. И еще откуда-то здесь взял Сэндермен. Также Кабан. И также кто? Добрый. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok